Так, здравствуйте. Сегодня мы поговорим о функциональном программировании. Андрей, наш, ой, наш, будет у нас преподавателем, скажем так. Он сможет рассказать, что это такое, зачем оно нужно, для чего, и кое-что интересное покажет. Так или не совсем? Ну, посмотрим. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня мы проведем в беседе с Андреем некое знакомительное вводное занятие, как я надеюсь, из нескольких лекций, знакомства с функциональным программированием. Ну и так, как бы сразу предваряю вопрос. Андрей, вот что ты думаешь, когда слышишь слова о функциональном программировании? Какие у тебя знания, ассоциации? Ну, может быть, ты уже знаешь. Немножко знаю, но в первую очередь для меня это, хоть я и являюсь преподавателем объектно-ориентированного программирования, но функционально для меня это как темный лес некий. То есть, это для меня пока такая неизведанная область программирования парадигма. Я знаю, что там есть определенные свои постулаты, но вот как-то пока не доводилось мне в него вникать, соответственно, вот надеюсь, с твоей помощью у меня получится. Хорошо, значит, тогда как бы начнем знакомство, но я предлагаю поступить следующим образом. Я помню, как в детстве я ходил в радиокружок, и мы там собирали разные электрические схемы, порой даже достаточно сложные, там схемы на несколько страниц. И собирать их начинали вот просто по схеме, делай раз, делай два, соединяй так, без особого вникания в глубины теории, в глубины теоретических, физических процессов, происходящих в транзисторе, в каскадах и прочих делах. И потом, когда это все работает, можно уже погрузиться на нужную глубину. Я уверен, что большинство радиомонтажников, как бы оно тоже не погружается в квантовые процессы, происходящие в кристаллах. Скажу тебе честно, детям так же, когда я преподавал робототехнику и с Радуинко работали, я не погружался очень глубоко. Сначала показываешь, что работает, а потом начинаешь рассказывать, почему именно так. То есть, когда научатся уже, поймут, что вот это собрали и... Вот поэтому я предлагаю начать с самого простейшего примерщика, который я специально придумал и заготовил для этой самой первой лекции. Он самый простейший, тривиальный. Вот примерчик следующий. Допустим, у нас есть массив определенной дни. И нужно посчитать сумму его элементов. Задачка вроде несложная. Ну да, через for и все быстро считается. Отлично. А теперь я хочу несколько прокомментировать. В функциональном программировании не используются циклы, поскольку там не используются изменяемые значения переменных. И даже это такая простейшая задачка. Решается там по-другому. И сейчас бы я хотел переключиться на вкладочку, где у меня код показан. Давай, посмотрим. И показать несколько вариантов ее решения, как бы она решалась в функциональном программировании. Ага. Ну вот сейчас обычный, грубо говоря, примерно обычный, процедурный, императивный. Да, да, это спасибо, что уточнил. Я забыл этот момент сказать, что сейчас я не буду демонстрировать вам именно такие совершенно функциональные языки программирования бескомпромиссные, как Haskell или еще более серьезные, сложные. Я покажу функциональный подход в рамках обычных процедурных языков. О, можно вопрос? Прости, что перебиваю. То есть, получается, мы можем на самом деле использовать функциональное программирование не только изучая функциональный какой-то специальный язык, но и на обычном, на том же C или C++ или там каком-то другом, да? Да, конечно. И у этого есть два плюса. Первый плюс – это то, что этот язык уже знаком. И как-то знаком его синтакси, знакома его семантика, знакома и конструкция, знакома и коллекция и все остальное. И второе – это позволяет вкатиться в функциональное программирование плавно, а не сразу же это функциональный язык, который вам не даст то, другое, третье, пятое, десятое, и вы будете как бы вынуждены вот там как раз уже начинать с теории, как оно все работает. Ага. А может это не метод плавного погружения? Понял. Хорошо. Это даже отлично. Тогда у меня другой вопрос. Вот мы с тобой начали про функциональное программирование говорить, а в чем плюс вообще функционального программирования над всем остальным? Есть ли вот какая-то особенность, почему эта парадигма программирования прям так вот, она как-то стоит как отдельная каста? Я знаю, что специалисты по функциональным языкам программирования, у них уровень зарплат в разы больше, чем у ОПшников. Но, скорее всего, это, наверное, из-за того, что их очень сложно найти. Или я ошибаюсь? Ну, я бы не стал так говорить в разы больше, чем у ОПшников, поскольку у ОПшники тоже... Разные, да? На самом деле, да, есть разные широкие диапазоны, как ровно-ровно, как и функциональщики. Мне кажется, что как бы приманивать такой высокой зарплатой, и тут смысл вот в чем, как мне кажется, что если человек знает функциональное программирование, то это говорит о широте его кругозора, в первую очередь. Это говорит о том, что он пробует, смотрит, изучает другие парадигмы, и у него есть в арсенале техник решения определенных задач, у него этот арсенал просто шире. Ага, ну тогда он и гораздо получается более квалифицированный специалист. Да, то есть вы имеете возможность решать задачи большим арсеналом методов, даже не в рамках функциональных языков. Говоря проще, если опускаться совсем на приземленный уровень, по крайней мере, вы не боитесь рекурсов никаких. Да, вот это на самом деле очень большая беда, потому что с рекурсами это да. И, кстати, у меня тоже были не то что проблемы, по такому случаю я старался избегать их везде, где только можно, до тех пор, пока не увлекся функциональным программированием. И, кстати, я очень часто встречаю рекомендацию, что желательно в том же, например, ну потому что в обучении используется C и C++, уходить от рекурсии и стараться его заменить на... Итерации. Да, на итерации цикла, иначе там можно зациклиться, бесконечности уйти или еще что-то. Вот. Хорошо. Вот, кстати, как раз сейчас, например, решение этой задачки я несколько рекурсивных алгоритмов и покажу. Отлично. Давай, переступим. Вот то, что ты сказал, допустим, здесь у меня на экране сейчас вы видите заготовочку, это программа на языке C++, но возможности плюсовые использовать не буду, в основном только C-шные, обычные, простые циклы, вызов-функции и прочее. Вот здесь у нас заполняется массив M, длиной 10 восьмой степени, каждый элемент массива – это значение индекса, ну, для простоты его предзаполнил. И задача – посчитать сумму N его первых элементов, N малая, допустим, 10, 10 в седьмой, или там сколько мы зададим. Итак, первый вариант – это то, что говорил Андрей, это мы создаем функцию, people.late, antigen.long-long, потому что у нас значение суммы большого числа элементов будет не влезать в разрядную сетку целочисленного типа, поэтому я расширюю максимально. Вот, и мы вызовем функцию значения 10, видите, N равно 1E1, для простоты, чтобы мне потом повышать порядок, нолики там не считать, то есть это 10 в первый, 10, 10 элементов массива, каждое значение которого будет равняться его индексу, то есть эта сумма фактически от единицы до 10. Это 55, вот мы ее видим вверху. Отлично. Можно немножко перебью, спрошу. Получается, у нас функция подсчитывает количество N первых элементов, которые мы сами захотим. Да. И здесь вот это N передается функцию в качестве единственного параметра. Да. Для чего так сделано, чтобы потом увеличивать N и смотреть некий момент, который я покажу позже. Хорошо. Вот, следующий вариант, который можно предложить, это вариант следующий. Рекурсивная функция G, которая принята через так называемый тернарный оператор. Если кто не знает, как бы посмотреть в синдексе C, что такое тернарный оператор, это некий if-then-else, который записан в сокращенном виде. То есть, если выполняется условие, то возвращается первое значение оператора, если не выполняется, то второе значение оператора. Итого, что если N меньше нуля, мы возвращаем 0, иначе значение элемента массива M от N плюс значение функции на уменьшенную на единицу. Отлично. Вызываем, запускаем. Это на исполнение функции G. Получаем тот же самый ответ, но здесь уже хотелось бы отметить, что вот функция G — это как раз пример функционального подхода. В отличие, значит, сразу расскажу несколько важных отличий от функции F. В функции F у нас есть переменные, которые мы явным образом изменяем их значение в теле функции F. Это какие? Это переменные S. Аккумулятор, накопитель, сама сумма, которая изначально приравнивается 0, а потом в теле цикла, в рамках текущего контекста, она изменяется каждый раз, увеличиваясь на значение элемента массива заданного. То есть, в этой ячейке памяти постоянно меняется ее значение? Да. И второе, не настолько явное, но тоже присутствующее, это индекс цикла I. Ай, ну да, он в принципе тоже плюс прибавляется на единичку. Да, даже явный оператор, вот этот инструмент, это именно оператор как инструкция, которая у нас инкрементирует значение счетчика, и от этого инкрементированного счетчика у нас берется значение массива. Если же мы посмотрим на тело функции G, у нас здесь нигде не присутствует изменение значений каких-то переменных. явным образом. Что-то здесь видно. Я тебя, наверное, понял, в чем отличие. Здесь, как бы, для простого человека будет вот N-1, это все-таки будет считаться как бы изменением, но это значение не будет помещаться назад в ту же ячейку памяти. Оно просто будет браться... Я подробно остановлюсь. Если бы мы в теле, допустим, функции F написали следующим образом вот int какой-то E, ну, пускай будет там P, так, равно N-1, где N – это входящий аргумент вот этой вот функции. То у нас не было бы никаких изменений значений переменных. Мы бы создали новую переменную. Результат вычисления N-1 помещается в новую. Да, записали в новую переменную. Если бы мы записали вот так... Ну да, тут есть изменения, да. Да, это уже изменения. Соответственно, вот это вот S плюс равно... это сокращенная запись S равно S плюс M от I. Это изменения. Вот это вот I плюс плюс и это изменения. А вот здесь, в этой функции G, когда мы вызываем на аргументе N-1, мы не изменяем значение переменной N в теле функции G. Мы просто вычисляем новое значение аргумента и с этим новым значением аргумента вызываем функцию G. То есть, можно в это дело погрузиться детальнее и подробнее с анализом стека, с анализом того, как происходят call-конвеншены функции. Но на простом языке, на простом уровне можно считать так, что у нас нет нигде какой-то одной переменной, ссылающейся на ячейку памяти, которую мы меняем постоянно. А можно тогда такой вопрос? А есть какое-либо название у того, что у нас переменная S сама изменяется? Есть, да. Есть определенное слово. Я старался его избегать, чтобы не пугать поначалу неокрепшие умы. Это слово называется мутабельность или противоположность и мутабельность. То есть, это некое явление, которое заключается в том, что у нас в семантике языка переменные могут в одном и том же контексте с течением времени меняться. То есть, у нас вступает в роль время. в начальный момент времени S была ноль, а в следующий момент времени на следующей итерации цикла S стало другое. Но тут даже в одном месте, там же, если написать более развернуто, получится S равняется S плюс M и T. Все правильно. То есть, в момент выполнения, да, то есть, даже здесь у нас уже в один момент времени S одно значение, тут же, через немного, оно имеет другое, взятое же из себя. Да, и старое, и очень важно, старое значение теряется. Да, ясно. Спасибо. Давай дальше. Вот, это важный момент, поэтому мы так много акцентировали на нем внимание. То есть, вот здесь, даже на таком простейшем примере мы уже столкнулись с понятием неизменности значений переменных в функциональном программировании и то, что называется вот этим мудрым словом иммутабельность. Можно забегу чуть вперед, спрошу, а в функциональном программировании переменные вообще есть? Это отличный вопрос. Зависит от трактовки, что подразумевать по словам переменная. Формально тот смысл семантический, который несет слово переменные в императивных языках, в функциональном языке их нет. Но для того, чтобы было удобнее разговаривать, удобнее оперировать известными понятиями из императивного мира, многие функциональные программисты часто используют слово переменные, просто они при этом имеют в виду, что это переменная, которую можно определить только один раз. Константа. Да, поиск константа. Понятно. Фактически, однократная связь единочная. Отлично. Хорошо. Итого, продолжим с вашего позволения. Сейчас я еще парочку функций, чтобы вы не думали, что только один вариант решения этой задачи в функциональном стиле есть. Вот мы вызываем функцию h, которая у нас, в отличие от функции g, уже имеет два входящих аргумента. Сейчас мы ее вызовем и посмотрим, что она нам напечатает. f3 функции 55, все правильно. h вызывается на двух аргументах, в отличие от функции g, поскольку второй аргумент функции это служебный аргумент, я его назвал именем s, потому что семантическая суть у этого аргумента точно такая же, как у переменной s в императивном алгоритме. Ух ты. Ну, и в принципе, похоже на запись, которую вот, как и через фор обычный. То есть, мы также вызываем с новым уменьшением на 1, но при этом еще и добавляем сумму массива плюс предыдущего значения s. Да. Давайте подробнее рассмотрим этот момент. что здесь происходит. Здесь цикл у нас идет с 0 по n включительно, и мы на каждом шаге изменяем значение нашей s, которое удобно назвать термином аккумулятор. спускаем s это то, что аккумулирует наш результат. Изначально в аккумуляторе 0, мы пробежались по циклу с 1 до n включительно, изменили на каждом шаге наш аккумулятор, добавив значение элемента массива, и вернули этот наш аккумулятор. То есть, функция f делает три вещи. Она определяет стартовое значение аккумулятора, изменяет его несколько раз в цикле, и возвращает аккумулятор. Что делает функция h? При выезве она принимает стартовое значение аккумулятора вот этот нолик. Это тот же самый нолик, который вот здесь. Далее, функция h вызывает сама себя на измененном значении аккумулятора и измененном значении счетчика цикла. Вот этот n-1 это аналог ишки. Единственная разница, что h изначально вызывается с n и бежит вниз до нуля, а здесь и стартует с нуля и бежит вверх до n. Но это не принципиально, я бы мог здесь сделать h вызвать его с нуля, только здесь мне пришлось бы n иметь в виде глобальной какой-то константы, чтобы здесь условие выхода остановки рекурсии было бы не n меньше нуля, а n больше n максимального. Ага, понятно. И возвращаем, и как результат функции h мы возвращаем ту же самую s. То, что написано здесь return s. Так, тогда, подожди, тогда у меня другой вопрос. Вот при первом вызове мы будем получать, например, n равное, там, скажем, 5. Вот оно, 10, давай так. Ага, да, При n равное 10, то он у меня, ага, меньше нуля? Нет, значит, он возвращает ноль. А, стоп, да, если не равен нулю, ой, меньше нуля, то он снова себя вызывает, при этом он значение n-ого элемента массива берет и к нему прибавляет s, в начале ноль. В начале s0, на первом шаге s0, n10, мы берем m от n, m от 10, это будет у нас 10, значит, в s-ке лежит десятка, и мы сваливаемся в функцию h, со счетчиком уже n-1, 9, и а с в аккумулятор у нас 10 лежит. А, все, понял, ясно, да, понял, понял. Почему я рассматриваю эти дела так подробно? Во-первых, потому что не всем понятна рекурсия как бы слету, если вы какое-то время посвятили функциональным программированием, вам вот эти вот функции будут читать очень легко, поскольку это как бы база и основа функциональных алгоритмов рекурсивной вещи. Я понял, то здесь получается вот это m от n плюс s оно вычисляется и никакой новой переменной не присваивается, оно просто передается в функцию. Да, если не читать формальные аргументы функции, как создающие новые переменные в самом контексте. Ну да, переменной это нет, просто у нас идет вызов h на измененных значениях аргументов. Все, понял, и пока он у нас раскрутится, этот кубочек, до самого конца, как только он раскрутился до конца, потом просто все, что было. У нас даже не все, что было, как только он раскрутился до конца, у нас во втором аргументе функции s уже посчитанное значение. Ну да, и он его будет возвращать. Да, и он его будет возвращать. То есть, к чему я веду? Я веду к тому, что в отличие от функции g, функция h это прямой перевод императивного алгоритма функции f на функциональный язык. Ух ты. Я бы здесь хотел выдвинуть тезис, что любой алгоритм, который использует циклы, неважно, один цикл, два подряд, три подряд, вложенные циклы, какие угодно, любой алгоритм, который записан в терминах for, while и еще чего-то, можно тривиальным образом, даже можно настолько тривиально, что можно автоматически компилятор для этого дела написать, автоматически преобразовать вот в такие функции, типа функции h, которые называются хвосторекурсивными, хвостовая рекурсия здесь используется. Сколько много терминов узнаю за сегодня. Я не буду дать детали. Ну, когда, если кто интересуется, что такое хвостовая рекурсия, можете посмотреть. Я думаю, википедию, да. Хвостовая рекурсия, вызов и так далее. Вот. Ну, здесь как бы да. Вот есть эта функция h, которая выдает тоже значение. Ну, и для полноты картины мне бы хотелось показать еще один вариант, еще одну функцию, которая чуть-чуть более наворочена, но тоже является написанной функциональным стилем. Это функция d, которая принимает два аргумента. b, e, это сокращенно begin and, это стартовое и финальное значение индексов. Работает она очень просто. Мы разделяем массив на две части посередине и сумма элементов массива это равно сумму вызванной функции суммы элементов массива на левой и правой части. то есть сумма элементов с нуля по 10 это функция равно вызванной функции от нуля по 5 плюс вызванной функции от 6 по 10. ух ты да а терминальные условия рекурсии когда у нас доходит до того что индекс начала и индекс конца совпадает мы просто возвращаем данный элемент массива то есть мы каждый раз делим массивчик пополам ну я понял прикольно вот я позже чуть-чуть объясню почему я эту функцию отдельно выделил и решил нужно ее написать хорошо вот пока мы ее вызовем ну индексы с нуля по мгновенный здесь вызывается функция d ну вот во всех четырех вариантах один и тот же ответ вот а далее я бы хотел чуть-чуть одному моментику посвятить некоторое время чем же как ты говоришь рекурсия плоха поскольку ты уже упоминал о том что как бы в пособиях для начинающих всячески рекомендуют избегать рекурсии потому что это и приводится куча аргументов потому что на самом деле это справедливо но справедливо частично что бы я хотел поэтому вот сказать во первых в отличие от таких простых задач есть алгоритмы где рекурсивный подход гораздо более прозрачный понятен в отличие от императивных циклических которые решить достаточно сложно могу примеры привести если будет интересно чуть-чуть попозже в конце спросишь я скажу какие задачи например сложно так решить циклами но просто рекурсии а во вторых в тех же самых функциональных языках сделаны оптимизации компилятора таким образом что вот например функции подобные функции аж который назвал хвост рекурсивными за кадром они транслируются в алгоритмы с циклами а зачем а затем чтобы сохранить семантику функционального языка с отсутствием мутабельности с отсутствием изменений переменных чтобы с точки зрения семантики языка у нас был функциональный язык функциональный вызов а с точки зрения оптимизации производительности у нас за кадром шли преобразования вот таки такого плана то есть рекурсия не быстрая штука правильно понимаю да если рекурсию реализовывать как сказать наивным образом то каждый вызов функции он сопровождается тем что нам нужно сохранить в стек определенные значения регистров определенный контекст чтобы при возврате значений из функции вернуть этот контекст вот и еще у рекурсии есть один такой момент что императивные языки они не были заточены под широкое использование рекурсии и поэтому там у них есть такая проблема так называемая стек оверфлоу она есть C она есть C++ она есть Java ее кстати нет в языке Go потому что язык Go не так давно был разработан и там автоматически идет расширение стека если его не хватает но все равно занимать стек лишней информации считается дурным тоном плохим тоном но в функциональных языках есть свои оптимизации на этот счет и там если вы используете рекурс и там все хорошо но поскольку мы в сишке я бы показал следующий момент вот у нас есть опции компилятора вот этот минус 2 если мы сейчас его уберем то есть отключим оптимизатор и увеличим значение n до допустим до 10 в седьмой степени мы будем считать сумму элементов массива и запустим вот у нас появилась ошибочка здесь здесь да invalid memory reference на самом деле за кадром там идет переполнение стека просто нам этот сайт не сообщает об этом за комментарий уже часть функции которые мы написали рекурсивные в нашем функциональном подходе выполненные запускаем и видим ответ то есть сыпал отработал вот сразу хочу заступиться за нашу третью функцию хотя она тоже рекурсивная но она тоже отработает в этой ситуации как видите поскольку глубина погружения в стек вот у этих функций уже и аж будет равна как раз 10 в седьмой значению количества элементов с которым мы погружаемся а здесь у нас очень похоже на бинарный поиск мы каждый раз в два раза уменьшаем количество элементов то есть сумма десяти элементов это две суммы по пять и так далее поэтому при n1000 мы примерно 10 погружений в стек осуществим поскольку 2 в десятой степени это 1024 здесь погружение в стек логарифмическое поэтому переполнения стек у нас нет но как только выше говорили даже язык c++ как вы видите еще раз сейчас запустим его на всех четырех функциях без оптимизации но идет у нас переполнение стека но если мы допустим его с опциями компилятора оптимизациями как видно все четыре функции отрабатывают это говорит о том что даже в таком языке как c c++ насколько они не являются функциональными насколько не способствуют функциональному подходу но даже в нем при определенных опциях оптимизации вот эти рекурсии оптимизируются таким образом что у нас не происходит переполнение стек не говоря уже о функциональных языках которые специально для этого разработаны и сделаны так чтобы в них это не происходило никогда и вот на этом вот примерщике вот первое знакомство с некими парадигмами функционального подхода хотелось бы чуть-чуть собрать это все воедино что мы увидели мы увидели во первых что у нас нет изменяемого состояния нет изменяемых переменных и что это не мешает писать в данном случае такие простые алгоритмы мы можем выйти из положения вообще говоря это не доказанно что это не помешает написать никакой другой алгоритм любой алгоритм который выполнен в императивном стиле можно переписать в функциональном стиле где этого нет Конкретно в частном случае это выражается, что вместо циклов у нас использована рекурсия. Почему? Потому что сам цикл, если вы вдумаетесь на тему циклов, вы поймете сразу, что нельзя цикл сделать без изменения значений переменных. Невозможно сделать цикл без того, чтобы что-то не менялось, потому что у нас каждый раз проверяется условие остановки цикла. Это какая-то функция, либо какая-то переменная, измененная в текущем контексте, либо какая-то функция, которая вызванная 10 раз даст один результат, а на 11 раз другой. А почему? Потому что где-то тоже поменялось переменное какое-то значение. Понятно. И да, и в самом цикле мы опять же что делаем? Мы выполняем некие инструкции. И здесь второй момент, который мне хотелось вот так вот озвучить, что основное различие функциональной парадигмы от императивной, я уже буду такими умными словами говорить, это то, что императивная парадигма представляет саму всю программу на каком-то языке как последовательное выполнение некоторых инструкций. Вернемся к функции R. У нас есть инструкция определения с присвоением, в одной строчке у нас идет и создание новой переменной присвоения начального значения. Вот. Эта инструкция рождает вот это вот переменной присвоивая значения. Здесь в цикле for у нас, ну допустим, при n равном 10, 10 раз выполняется инструкция инкремента переменной s. А если бы, простите, а если бы мы там написали в скобочках ints равняется... А, да, ничего бы я не написал в предыдущем. Точно. Смотри, я примерно понял, что ты хочешь сказать. Нет, у меня рекурсия уже в голове пошла. Мы бы могли бы здесь завести 10 переменных. Да. И каждый раз, каждую следующую присвоить значение предыдущее плюс что-то, предыдущее плюс что-то. Да, да, да. Но это, по сути, есть та же самая рекурсия, которая вот холстовая. Вот она у меня в голове и родилась. Потому что создавать каждый раз новую переменную просто так не получится тоже. А с вызовом функции это как раз нормально. Именно это и происходит. Да. Вот я могу поздравить, да, с первыми этими вот... Прозрениями. Да, с первыми откровениями, пониманиями, что же нам дает функциональный подход, что же нам дает вот эта вот рекурсия. Черт. Да, давай. Хорошо, давай дальше. И в отличие от императивной парадигмы, которая перерыт последовательностями инструкций, функциональная парадигма, она предлагает другой подход к понятию алгоритма и исполнению алгоритма как такового. Что в противовес последовательному выполнению определенных инструкций, функциональная парадигма, она предполагает подход к вычислению выражения и возведению получения результата. То есть, подожди, а тогда у меня такой вопрос, забегая вперед, когда-то я видел язык Lisp, у меня очень интересная история развития языков была, и там был очень интересный момент, для него была создана отдельная Lisp-машина, и у программы не было отдельной оператора вывода или инструкции вывода, то есть программа тут же печаталась, что-то написалось, она тут же печатается. Да, это называется термином REPL, Read-Eval Print Loop, сокращенно, это аббревиатура REPL, это некий интерфейс взаимодействия с пользователем. На самом деле то, что сейчас, когда вы запускаете консоль разработчиков в браузере на JavaScript, или когда вы запускаете сеанс питона на Linux в командной строке, вы попадаете в точно такую же интерактивную среду взаимодействия. Вы печатаете выражение, нажимаете Enter, программа воспринимает его как то, что надо вычислить, и выдает вам результат. Ага, отлично. Это вот такое диалоговое взаимодействие с программой, она любое напечатанное воспринимает как команду, и выдает вам результат тут же. То есть получается в функциональном программировании у нас в принципе каждое выражение высчитывает какой-то результат, и впоследствии мы его в принципе можем еще где-то использовать. Да, здесь есть один очень тонкий момент, который на самом деле не тривиален для понимания, но если ты уже о нем заговорил, я его чуть-чуть попытаюсь обживать. Хорошо. Это все хорошо до тех пор, пока не доходит речь до ввода-вывода. Да, вот я про этот момент. Давайте пока, значит, первое, мы поймем, что нам все понятно без ввода-вывода, а потом вернемся к вводу-выводу. Ну, давай даже оставим его, может быть, даже на будущее. Ну, я буквально пару слов о нем скажу. Вот пока оставим ввод-вывод в стороне, и будем считать. Многие функциональные языки, на самом деле я называю их функциональными, но они совмещают в себе императивную и функциональную парадигму. Потому что оператор вывода что-то принт в консоль, это на самом деле чистой воды инструкции, это никакое не выражение. Ну да, оно же ничего не высчитывает. Оно выполняет какую-то операцию, оно выполняет что-то печать в консоль, и оно не имеет возвращаемого значения. Вот, например, здесь stdcout, оно в фишке возвращает единицу, когда все напечатано хорошо, и нолик, если при попытке печати что-то поломалось, он отнес в связи с консолью или чего-то еще. То есть, на самом деле, это некое совмещение и инструкции, и выражения. То есть, оно имеет возвращаемое значение, но делает какое-то действие, печать в консоль. Ясно. И поэтому в таких языках, которые можно назвать мультипарадигмами, там идет разделение. Разделение чистого мира, чисто функционального мира, или мира ввода-вывода. И стараются сделать так, чтобы максимально все перенести в область чистого мира, где нет у нас изменяемых переменных, где нет у нас инструкций, где все выражение, где все вычисляется. А функции main вызвать там подряд 1, 2, 3, может быть, функции из чистого мира, и здесь взаимодействие с внешним миром. То есть, это такой подход, я бы назвал его компромиссным подходом. Что у нас есть чистые функции, которые вычисляют выражение, и не зависят ни от чего, кроме своих аргументов. Не зависят ни от каких-то там внешних изменяемых вещей, нигде ничто не мутирует. И никакого другого эффекта, кроме как возврата результата, они не производят. А здесь уже функции main, мы печатаем этот результат, или выводим его на графический дисплей в виде картинки, графики из интерфейса, или чего-то еще. То есть, это вот такой подход. Но, буквально пару слов о том, что есть языки, которые не идут на этот компромисс. Я бы назвал их бескомпромиссные функциональные языки. На самом деле, чисто функциональные языки, которые не уступают, не идут ни на какие уступки императивному миру. Вот, например, язык хаскель. Не вдаваясь глубоко в детали, могу предложить аллегорию понять, как хаскель производит общение с внешним миром ввод-вывод в чисто функциональном стиле. Хаскель, функция main, хаскелевская, она принимает на вход в качестве аргумента, можно так сказать, аллегорию, что экземпляр внешнего мира. Интересно. И возвращает на выходе измененный экземпляр внешнего мира, в котором все, что нам надо было напечатать, уже напечатано, допустим. Обалдеть. То есть, в плане семантики функция чистая. Она нигде не вызывает никакие инструкции. Она просто по ходу своего исполнения, последовательным образом, получая из входящего внешнего мира, новые измененные значения этого мира и возвращает самый финальный. Обалдеть. Это называется иомонада, но специально не погружаясь во все это, чтобы не ломать неокрепшую психику. Но возвращаясь к нашему, вот этим простейшим вариантам, простейшим примерчикам, здесь у нас язык C++, и мы здесь, соответственно, будем идти на компромисс. У нас будет функция main, в которой будет инструкция вывода cout, допустим, этой инструкции. И будем стараться выделять явным образом чистый мир, в котором мы будем жить в рамках чистого функционального подхода, чистой функциональной парадигмы. И сегодня, я надеюсь, в следующие разы там будет язык, допустим, и не только C, и не только C++, я планирую на питоне примеры там показать. Примерно тем же самым будем пользоваться. Как нам пощупать функциональный подход в обычных императивных языках? Отлично. То есть, в принципе, мне кажется, вот для первой вводной части пока вот этих примеров и информации, чтобы понять, разобрать, возможно, достаточно. У меня есть там еще много чего рассказать, но это уже там, может быть, по плану на следующей нашей беседе. А сейчас мне хотелось как бы спросить, что я забыл сказать, или, может быть, что-то было непонятно, Андрей, может быть, у тебя какие-то вопросы есть? Да, есть. Вот смотри, есть несколько рекурсивных функций, и все-таки важный момент, вот, ну, наверное, это такой подход неправильный с точки зрения и программирования все-таки. Вот смотри, несколько у нас этих рекурсивных функций. Я так понимаю, быстрее из них будет работать та, которая использует деление пополам. Нет. Нет? Отнюдь нет. Она будет, она будет использовать меньше стека при своей работе. То есть, там важно не время выполнения, грубо говоря, да, или все-таки время выполнения тоже важно, но еще важно, сколько будет использоваться вот стека. Да, и да, это важный момент. Разные алгоритмы, разные рекурсивным образом реализованные алгоритмы у нас по-разному будут расходовать стек. Ну, это примерно так же, как и в императивных алгоритмах, можно написать там вычисление что-то за OATN, что-то за OATN квадрат, тот же самый алгоритм реализовать. Вот. Здесь нам как надо было просуммировать, допустим, 10 элементов или там 100 тысяч элементов массива, так и останется нам надо их просуммировать. Мы от этого никуда не уйдем. Единственное, что у нас есть дополнительные накладные расходы на погружение в стек при вызове вложенных функций рефорсивных. Ну да, нырять дальше или высказать оттуда. Но здесь уже вспоминаем то, что я говорил, что функция H это хвостовой вызов, она может быть реализована компилятором без погружения в контекст, без сохранения, восстановления контекста. Ну, что и показывает сейчас, при наличии опции оптимизации у нас не происходит стек оверфлоу даже при больших аргументах. Понятно. Вот. То есть, но даже в сишке, конечно же, вот этот цикл, он будет быстрее. Но он будет быстрее не асимптотический. То есть, нельзя сказать, что как бы с увеличением N отставание функции H от функции F будет расти отношение этого отставания. Нет, оно будет примерно постоянным. То есть, допустим, функция H будет условно где-то на 30% медленнее функции F. И это будет как на прием 100, так прием 1000, 10 тысяч, 100 тысяч, миллион и так далее. То есть, у нас примерно плюс 30% оверхейда на реализацию вот этих вот конвеншенов вызова стека. И то, если она функция H не скомпилируется с функцией F. Тогда другой вопрос, который меня до сих пор мучает. В чем же преимущество или не преимущество, или это просто как другой подход, даже вот просто подход функционального программирования? В чем его какая-то фишка? Зачем мы пишем функционально, если это менее оптимально? Да, да, да. Отлично. Вот здесь я бы уже некоторыми фразами, мыслями по древу бы чуть-чуть растекся. Значит, у меня есть несколько аргументов в пользу этого. Да, разумеется, если мы берем такие языки, как C, который я взял для примера, этот язык заточенный на производительность. Этот язык чаще всего берут, когда производительность нужно поставить в угла в угла и выжать максимум скорости из каких-то алгоритмов. Разумеется, в этом языке делать это через императивные конструкции, через циклы, даже вплоть до ассемблерных ставок народ опускается, лишь бы выжать максимум производительности. Если же мы не озабочены производительностью, скоростью выполнения, ну в каком плане озабочены? Если мы можем себе позволить, чтобы программа-алгоритм выполнялся в полтора-два раза медленнее. И для нас это не критично. Есть очень много примеров, когда это не является критичным. Потому что узкие места у нас в других частях нашего программного продукта, а вот те алгоритмы, которые мы пишем, они не сильные. Если они будут выполняться в два раза быстрее, то нам особые походы не сделают. Раз. Второе. Разумеется, функциональные языки склонны использовать больше памяти, чем императивные. Поскольку я сегодня об этом не говорил, у нас реализованы эффективные, в функциональных языках реализованы эффективные, неизменяемые структуры данных, так называемые. Но для поддержания своей работы они все равно требуют, даже если они эффективны, все равно требуют больше места, чем чистая мутабельность. Потому что здесь у нас лежит в переменной S ссылка на ячейку памяти одна и та же, она там меняется и меняется. То есть, разумеется, есть некий оверхед по скорости и по занимаемому объему памяти. Зато, какие у этого есть плюсы и преимущества. Ну, во-первых, если мы сейчас посмотрим, то функциональный подход у нас позволяет избавиться от такого вопроса, вот S равно 5, это когда было, в самом начале, в середине или потом. Нет проблемы времени. Когда, значит, вот значение переменной, это актуальное на когда. Из этого следует волшебное следствие. Во-первых, мы можем очень просто писать параллелищиеся и конкурентные алгоритмы. У нас нет проблемы разделенного изменяемого состояния. Ну да, потому что тогда, если распараллели, нам нужно синхронное выполнение, то мы просто работаем над одной и той же переменной, получим, что надо синхронизировать. Другой поток и меняет. И нам нужно придумать специальные дополнительные ухищрения, как бы сделать так, чтобы эти две части алгоритма не подрались с изменениями переменной. То есть, получается, ну погоди, а если мы сделаем распараллеливание, тогда мы как раз сможем выиграть и во времени выполнения, потому что больше операций за тот же промежуток времени. Да, да, конечно. И вот здесь получается, что эффект, он проявляется. Опять же, а если распараллелить там, ну далеко не всякий алгоритм параллелится, тут еще надо сказать. Понятное дело. Но если мы возьмем, вот, кстати, шикарный пример, кстати, вот Андрей, я позволю себе буквально полминутки, потому что вопрос, который я поднял этим. Вот наша простейшая задачка, которую я дал. У нас есть массив N, посчитать сумму его первых там N элементов. Ну да. Параллелится эта задача? Вопрос с подвохом сейчас скажу, неправильно отвечу. Нет, не тренирую, я тебе покажу. Она, допустим, естественным образом параллелится. Но мы же можем взять какие-то части ее, правильно я понимаю? То есть разбивать на куски и каждый кусок выполнять в свое время, а потом просто то, что получится... Суммирует. Да. Мы можем распараллелить ее хоть на 100 потоков, разбить массив на 100 кусков, каждый поток суммирует свою часть, а потом мы сложим 100 результатов. И получим почти в 100 раз быстрее выполнение, чем если бы мы в одном потоке все это суммировали. Ну, понятно. Вот. И здесь, кстати, вот он, например, функция DN, которая последняя, она нам как раз этот подход и демонстрирует. Мы можем вот этот D от BC отдать на водку по одному потоку, одному ядру или даже одному компьютеру или кластеру. А вот этот вот второй D от C плюс 1 отдать на водку другому потоку, ядру, кластеру, чему угодно. Они будут выполняться параллельно. Как только они оба вернут значение, нам придется их только сложить, результаты и все. Ага. То есть это будет решать сам транслятор функционального, правильно? Да. Да. Дело в том, что умные трансляторы и компиляторы функциональных языков, они видят определенные моменты, которые можно распараллелить. И знают, например, что здесь, например, в этой формуле нам не важно, что D от BC сначала вычислить или D от C плюс 1 Е. Ну, тут так и есть. Но если бы это была император... В C, например, это не так. Объясню почему. Потому что в процессе вычисления D от BC у нас могут меняться какие-то глобальные переменные или какие-то переменные в общей зоне видимости статической. Но здесь-то у нас нет... Ну, я понял, да. Правильно, да. Здесь этого нет. Компилятор C, он не может опираться на это. А компилятор функционального языка может. Потому что он знает, что ничего, кроме возвращения результата, вот это вот выражение нам не сделает. Ну, я понял. Потому что нет изменяемых переменных. И, соответственно, это все, если лежит где-то, то лежит в отдельных местах, к которым мы можем обратиться, потом получить оттуда эти данные и все. Да, все правильно. И именно благодаря такой уверенности компилятор функциональных языков может проводить такие оптимизации, делать такие оптимизации. В отличие от, например, нашего императивного подхода, где у нас надо самим руками брать, рвать на несколько циклов, как-то там отдельные элементы. У каждого цикла будет свое мутабельное... У каждого потока, извиняюсь, будет свое мутабельное вот это аккумулятор. Да, да, да. И вот это вот все дело. Плюс еще, помимо вот этого волшебного момента, который я сейчас озвучил, как бы еще функциональные парадигиумы, ну, из практических вариантов, что, можно сказать, да, распараллеливание на нескольких потоков уже сказали, Еще есть такой важный момент, что, вот, если позволишь, аллегорию, знаешь, такую задачу, игру Джона Конвея Жизнь. Да. Когда точечки... Это определенный клеточный автомат, поле значение ячейка которого меняется по определенному закону. Да. И там правила просты, что следующее состояние ячейки зависит от соседних ячейок. Да, да, да. Но две ячейки, они сами с собой соседние, поэтому, если ты будешь рассчитывать ее в одном и том же двумерном массиве, ты поменял значение ячейки, которая зависит от соседей, а ее соседи завистили от ее же значения до изменения. Да. То есть, возникает некий вопрос, а как же так сделать, что и поменять, и вспомнить ее значение до изменения. Люди выкручиваются и схитряются, заводят два массива текущего поколения предыдущего и меняют их тогда. В функциональной парадигме, если у тебя есть какое-то значение, то ты к нему можешь обращаться в любом месте кода в данном контексте, и оно всегда будет одно и то же, у тебя это гарантия. И оно не меняется. И оно не меняется. То есть, когда программист пишет алгоритм, ему не надо думать, а вот здесь вот это S, вот здесь, например, я смотрю на S, а чему же у меня здесь это S равно? И он рассматривает все потоки инструкций, которые могли бы повлиять на S к этому моменту. То есть, в функциональной парадигме такой проблемы просто не стоит. Вот она как была 0, значит вот здесь она 0. 0, понял. В принципе, здесь даже особо не нужно делать то, что я называю трассировкой. Брать и вручную прописывать в определенный момент времени состояние переменных. Все правильно, потому что то, что ты называешь трассировкой, это как раз и есть таймлайн. Это как раз и есть временная диаграмма, временная диаграмма значения переменной в определенные моменты времени. Инциональный подход, полностью эта проблема решена. Там не надо держать как бы измерение времени в голове. Отлично. Тогда многое теперь стало ясно, в голове небольшой так начал складываться узор красивый. Вот. Нам код нужен еще или можем переключиться? Нет, можем переключиться, я думаю. Давайте это, да-да, переключаемся. Вот. Прям на самом деле я довольно-таки, многие моменты встали на свое место. Все-таки вот живое общение и твой момент плавного погружения. Сначала сделаем, оно работает, а потом начинаем объяснять, почему оно так работает. Имело прям так хороший эффект получения, что на самом деле, вот на данном этапе, скажем так, да, я понимаю, что чем больше я буду узнавать, я буду понимать, что мой кругозор на самом деле не такой большой, а маленький. Со временем будет казаться, сейчас я теперь встал, ну, на данный этап времени, к сожалению, да, я тут не могу функционально говорить. Кругозор расширился и прям понимаю, что да, некоторые моменты, к сожалению, можно было бы решать совершенно по-другому. Да, и получать от этого преимущество и получать от этого некие дополнительные плюсы и бонус. Хотя и ценой некого изменения в подходе, в ментальности, в парадигме мышления. Я не вижу в этом ничего плохого на самом деле. Это как изучение любого языка, естественного, разговорного, да, все равно нужно попытаться научиться думать на их языке, а не на своем. Все правильно. И как я уже говорил, то, с чего ты начал нашу беседу, что функциональные программисты, там, они востребованы. Они востребованы не потому, что они функциональны. Теперь я понял. Раз они функциональны, то, значит, у них кругозор шире, значит, у них больше умений и подходов. Окей, тогда у меня последний, наверное, вопрос к тебе будет. И у меня будет пожелание потом после вопроса, да. Отлично. Ты просил напомнить, какие алгоритмы только рекурсии можно решать, если я не ошибаюсь. Ага. Хорошо, может быть, я немножко не так его сформулировал, но давай пока так чуть-чуть уточню. Некто Клини, математик известный, теоретически доказал, а после него некто Кнут, который написал свой трехтомник искусства программирования, практически многократно подтвердил, что любой рекурсивный алгоритм можно перевести в итеративный. Но вопрос, какой ценой. Это уже вопрос номер два. Поэтому я бы чуть-чуть поставил вопрос по-другому, что есть алгоритмы, которые рекурсивно пишутся, ну, более-менее тривиально, легко скажем так. Ага. А вот итеративные, в императивной парадигме, они пишутся нетривиально, и надо достаточно долго подумать. Во, понял. Да. Например, есть известный алгоритм получения Иоанна Вячеслава Фибоначчи. Я думаю, он тебе известен, поскольку ты преподаешь, ты должен этот пример своим студентам на второй лекции всем давать. Ну, не совсем так. Окей, есть его императивная реализация, есть его рекурсивная реализация, не будем выдаваться подробностей, они есть, они и та, и та не сложна. А вот, например, есть такая задачка, у тебя есть определенный набор монет, монеты же бывают строго определенного номинала, да? Да. Пускай это будет, допустим, одна копейка, пять копеек, десять копеек, допустим, 25 и 50. Ага. У тебя есть неограниченное количество монет такого номинала, ты их можешь брать сколько угодно. И вопрос, сколькими вариантами различными ты можешь составить сумму в один рубль, или разменять сумму в один рубль, используя вот этот набор. Комбинаторика, грубо говоря, да? Да. Да, да, можно сказать и так. То есть, мне нужно на выходе получить одно число, количество вариантов, или можем задачу усложнить, или получить, мало того же, количество еще и сами эти вариантов. Ну, по сути, да. Ну, я понял, да. Понял, прям. То есть, сколько может быть, да. Понял. То есть, вот это решается рекурсивно более просто. Это решается рекурсивно в одну строчку. А импер, да, так бы я писал, это очень много. Обычно. Вот, кстати, да. И по поводу, да, твоего вопроса и совмещается с твоим пожеланием. Вот на эту тему, да, желающие могут подумать, вот задачка, да, подумайте, как бы вы решили на вашем языке, которым вы владеете, который вы используете. Вот, попробуйте написать алгоритм, проверить его, какой угодно он будет, императивный, итеративный, рекурсивный, как угодно, да. И, как бы, в довершении вот того, что сегодня мы показывали, демонстрировали, я, конечно, понимаю, что я взял простейшую задачку. Подсчет суммы элементов части массивного. Вот, но вот этот подход переписывания рекурсий, переписывания циклов на рекурсии, он работает, он работает очень хорошо. Я бы вот предложил всем тем, кто будет смотреть эту запись, если у вас появился интерес, мое, как бы, воззвание такое, возьмите любой простейший кусочек кода или алгоритм, или даже задачку на каком-нибудь сайте с олимпиадными задачками по программированию, простейший уровень сложности, самый легкий, который вы, вот, например, циклами решите в раз, вот, вообще. И попробуйте решить ее без циклов, без изменяемых переменных, именно в том функциональном стиле, как вот сейчас было продемонстрировано, с использованием рекурсии, с использованием изменения значения аргументов функций. Если у вас это не получится, попробуйте максимально к этому приблизиться. Пускай у вас будет рекурсивная функция, но будет какие-то мутабельные значения переменных каких-то там, внешних, глобальных, еще чего-то. Вот. Если же получится, как бы, в идеале, понятно, что, к чему нужно стремиться. Стремиться нужно к тому, чтобы у вас никакой и никаких изменяемых переменных не было в вашем алгоритме. И тогда, вот, какой у вас получится, допустим, на языке C, на языке Python, на языке Java, на чем угодно, прямо берете его один в один, с учетом синтекса переносите на Haskell, или он у вас работает. Отлично, я думаю, это хорошее задание. И можно сказать, что вы так будете учиться писать на Haskell, не зная Haskell. Это вот без драков, это серьезно, я так говорю, поскольку у начинающих писать на Haskell именно те же проблемы, а проблемы у них не с синтексисом, не с Haskell, не с ленью, не с семантикой, а проблемы у них с банально, с рекурсивными алгоритмами, которые могут запросто прокачаться в любом языке, который допускает рекурсивные вызовы. Отлично. Прям, ну, хорошо. Да, так что вот, да, и тебе тоже, Андрей, я вот, да, как бы... Да, я к следующей нашей встрече постараюсь подготовиться, попробую что-нибудь порешать и покажу свои опусы, заодно после этого проверю, насколько я хороший преподаватель. Ну, и если будут какие-то сложности, мы их обсудим, и я покажу, как их, решить, как их избежать. Хорошо, отлично. Все, тогда до следующей нашей встречи. Спасибо, Андрей. Ну, все, спасибо.